Джек Уэзерфорд, американский этнолог, историк, политолог, специалист по культуре и истории Монголии. В 2006 году был награжден правительством Монголии Орденом Полярной Звезды, самым высоким орденом Монголии. Известен рядом работ по истории индейцев Америки и Монгольской империи. В 2004 году опубликовал труд под названием «Чингисхан и создание современного мира». Откроем 44-ю страницу книги. В XII столетии в степи жили десятки разрозненных родов и племен, которые по обычаю степи собирались иногда в нестойкие союзы. Из всех ближайшими родичами монголов были татары и хитаны на востоке, а также манчжура на северо-востоке и тюркские племена на западе. Эти три этнические группы были объединены языковыми и культурными связями с некоторыми народностями Сибири, от которых они, вероятно, произошли. Монголы, жившие между татарами и тюрками, с которыми их часто путали чужеземцы, были также известны как «голубые тюрки» и «черные татары». Следует напомнить, что единственным народом, называвшимся «голубыми тюрками» в истории был народ, основавший тюркский каганат в том же месте, где через 700 лет Чингисхан образует свою империю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok